Тема нашей сегодняшней лекции «Торчинфекция у новорожденных». Вы видите сейчас малыша, который находится в околоплодных водах, который имеет зеленую окраску. Это свидетельство того, что у ребенка произошло внутритробное инфицирование и пути проникновения через половые органы мамы восходящим путем. Определение ВОИ. Источник инфекции от беременной женщины, впервые заболевшей инфекционной болезнью или с обострением хронической инфекции. Нутритробное инфицирование – это факт нутритробного заражения плода, а нутритробная инфекция – это заболевание новорожденного с разнообразными клиническими, лабораторными и инструментальными проявлениями. Частота распространения. Родительные стационары – 12-13-7, 37% составляет. В неонатальных клиниках – 3-12%. Причинами развития ТОРЧ-инфекции являются цитомегаловирусы, герпеса 1-2 типа, гриппы, энтерофирусы, коксаки, ВИЧ, краснуха, гепатиты, ВИЧ, аденовирусы, другие бактерии, стрептококки, стафилококки, шерихи, коли, листерии, спирохеты, холомидии, мекоплазмы, простейшие токсоплазмы и грибы. ВИЧ – это инфекция, есть такое понятие, аббревиатура ТОРЧ-комплекса. Что означает эта аббревиатура? Т – это токсоплазмоз, О – аза, это другие инфекции, сюда входят сифилис, хламидия, диоз, интервирусные, аденовирусные инфекции, вирусы гепатита А и В, вирусы гриппа, полимелита, коксаки вирусная инфекция, миксавирусы, листериоз. Р – это вирус краснухи, рубелла, С – цитомегаловирусная инфекция и H – герпес вирусная инфекция. Характеристика инфекции ТОРЧ-комплекса – полиэтилогичность заболевания, трудность при натальной диагностике, многофактанность воздействия возбудителей, наиболее уязвимы мозг, печень, почки, иммунная система, отсутствие четких корреляционных зависимостей между тяжестью инфекционно-воспалительного процесса у матери и плода, латентность и бессимптомность течения инфекционного процесса и отсутствие однозначного подхода у врачей, прежде всего к сургинекологам, к лечебно-профилактическим мероприятиям при войне. Вы здесь видите протея – это мифологический герой, который показан нам как чудовище, принимающее облик различных чудес, существ. Его сравнивают с ТОРЧ-инфекцией. Пути попадания инфекции плоду трансплацитарный путь – возбудители вирусы, мекоплазмы, хламидии, грибы, таксоплазмы. Восходящий путь – возбудители цитомегаловирус, хламидии, мекоплазмы, грибы. Нисходящие – хламидии. И интранатальные – это герпесы, вирусы, грибы, бактерии, хламидии, мекоплазмы. Вы видите здесь распространение инфекции плодных оболочек на организм матери. Первичная инфекция попадает в организм матери и возможные пути распространения его. Вы уже говорили, это попадает гематогенным путем, попадает через плаценту в организм беременной женщины и проникает в мышечную стенку и кровеносные сосуды матки. Прозрачные оболочки амметической жидкости мы видим. Это нормальная. Если инфекция попадает в околоплодные пути, она проникает и по сосудам распространяется по организму. Диагностика нутритробной инфекции вы беременны и новорожденному. Но при подозрении на нутритробную инфекцию определяет гистологию плаценты. Нутритробная инфекция должна быть заподозрена у любого новорожденного при обследовании которого является у беременной. Клиническая оценка течения беременности и возникших осложнений, характерных для инфекционных заболеваний. Это температура тела мамы подымается, рецидивирующая ОРВИ, воспалительный процесс шейки, матки и влагалища, рецидивирующая угроза прерывания беременности, отслойка хорионной плаценты, неблагоприятные исходы предыдущих беременностей, отягощенный акушерский анамнез. Нутритробная инфекция должна быть заподозрена у новорожденного при обследовании которого являются пороки развития или стигму дизембригинеза, неиммунная водянка плода, микро- или гидроцефалия, ранняя или длительная желтуха, лихорадка в первые сутки жизни, нервологические расстройства, судороги в том числе, интерсоциальная пневмония, миокардит или корзит, кератоконнективит, катаракта или глоукома. Торчинфекция должна быть заподозрена у любого новорожденного, при обследовании которого являются неспецифические общее проявления, это задержка внутритробного развития, недоношенность, желтуха при рождении, при отсутствии гематической болезни, гепатасплееномингалия и геморрагическая сыпь. Желтуха, вот вы видите, при рождении, если нет, то гематическая болезнь, новорожденного ребеночек желтенький, геморрагическая сыпь на теле при рождении, гепатасплееномингалия, вы видите, увеличенный в объеме живот, увеличение печени и селезенки. Внутритрубная инфекция должна быть заподоблена у новорожденного, при обследовании которого выявляются воспалительные изменения в крови. Это тромбоцитопения, анемия, увеличение сои, лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз и эритробластоз, выявляемые в первые дни жизни. Характерные изменения на нейросонограмме. Это кисты, рассеянные и перевентрикулярные кальцификаты мозга. Частота и вероятность тритробного инфицирования при различных торч-инфекциях в зависимости от срока беременности. Мы видим, что токсоплазмоз в первом триметре составляет 25%. В зависимости от времени срока беременности, мы видим частоту возникновения того или другого заболевания. Информация и встает вопрос для врача. Лечить или не лечить? Чем лечить и когда лечить? Перед нами стоит вопрос. Опасность, которую представляет инфекционный возбудитель для плода. Мы должны уяснить для себя отдельные опасные периоды в процессе беременности. Мы должны знать вопрос о том, имеется ли возможность для лечения и насколько они эффективны для предупреждения поражения плода. И данные о том, может ли скриник, проводимый до или во время беременности, уменьшить риск внутриутремного поражения плода. Мы сейчас должны с вами ответить на эти вопросы. Информация для родителей. Врожденный сифилис. Врожденный ранний врожденный сифилис проявляется на 2-4 неделе жизни и позже. Для этого заболевания характерны триады симптомов. Это ринит, пузырчатка, гепатоспленный мегалия. Ринит сухой, серозный, гнойный с геморрагическим отделяемым. Сопение определяется. Эритоматозная сыпь, которая потом становится макулярной, популезной. Пузырчатка на подошвах, ладонях в виде дряблых пузырей от 3 до 10 мм. Медно-красного цвета на инфильтративном фоне. Цитомигаловирусная инфекция и беременность. Самая распространенная инфекция во время беременности. Сероположительная 90% женщин в развивающих странах и 40-60% в развитых странах. Основной путь распространения трансплацитарны. При первичном инфицировании реактивация и реинфекция может передаваться в ротах. Последствия смерть, микро, гидроцефалия, хориоретинит, глухота, поражение ЦНС, умственная отсталость и т.д. Скрининг на цитомигаловирусную инфекцию во время беременности. Диагностика этой инфекции крайне сложная. Крайне сложная интерпретация активности и стадии процесса. Нереально рекомендовать серонегативным женщинам назначение. Не контактировать с серопозитивными потенциальными источниками. Скрининг экономически нецелезаправен. Нет эффективных методов лечения. Отсутствие однозначных результатов беременных с цитомигаловирусной инфекцией. Женщины с первичной цитомигаловирусной инфекцией, это составляет 40%, передают инфекцию плоду. Из них 95% новорожденных не имеют признаков ВУИ и только 5% имеют признаки ВУИ. Преврожденная цитомигаловирусной инфекцией, летальность составляет 20-30%. Позднее осложнение 90% – это поражение центральной нервной системы и слуха. Краснуха и беременность. Решение о прерывании беременности должно основываться на убедительном доказательстве заболеваний краснухой матери во время беременности. То есть нужно определенное, что она болела краснухой. Специфическое противовирусное лечение беременным при краснухе неэффективно и не проводится. Токсоплазмоз. Возбудитель токсоплазма Гонди относится к классу обликатных внутриклеточных простейших. Путим внутриудронного инфицирования плода. Заражение плода от инфицированного токсоплазмозом во время беременности матери происходит трансплацетарным путем. Распространенность выявленных антител неуклонно увеличивается с возрастом и колеблется в разных регионах мира от 20 до 80% в случаях по отношению к женщинам репродуктивного возраста. Вот вы видите токсоплазмоз, его пути проникновения. Источником инфекции, конечно, являются животные, это кошки. Они передают почву, откуда через птички, насекомые, питаются животным, растениям, попадают в организм людей через плохо обработанные продукты питания. Молоко, мясо. Форма врожденного токсоплазмоза. Острая. С признаками генерализованной инфекции. Это желтуха, сыпь, пневмония, миокардит, спленомегалия, отеки, асцит. Подостры с явлениями менинга и цифолита. Рвота, беспокойство, тремор, судороги, пареза, параличи, начальные синдромы и симптомы гидроцефалии. Хроническая или стадия постэнцефалических дефектов. Это развивается гидроцефалия, пороки развития глаз, типа микрофтальма, анафтальма, хориоретинит, оликофрения, судорожный синдром, нейроэндокринные расстройства, кальцификатов в ткани мозга. Лечение токсоплазмоза. У беременных, которым не проводилось лечение, передача инфекции плода составляла 72%, а при лечении 39%. При 20% случаев при отсутствии лечения рожались дети с тяжелыми последствиями токсоплазмоза. При лечении таких детей было только 3,5%. Назначается ровомицин по 3 млн. единиц 3 раза в сутки 7-10 дней. Периметатитонин по 50 мг 1 раз в сутки в сочетании с ульфаниламидными препаратами 1-2 мг в сутки. И фолиевой кислотой до 10 мг в сутки. Целесообразно проведение повторных курсов лечения через 1-1,5 месяца. Герпес-возбудитель герпес-симплекс-вирус свыше 90% людей земного шара инфицированы вирусом простого герпеса. И до 20% из них имеют те или иные клинические проявления инфекции. Пути проникновения к плоду гематогены и интернаталии. До 75-80% случаев заражения плода происходит во время родов, при прохождении через родовые пути. Для женщин, среди цивирующих, риск инфицирования вооруженных оценивается в 3-4%. До 2-3 зараженных в родах детей имеют генерализованную форму герпетической инфекции, смертность при которой составляет 50-90%. Вот вы видите герпес и краснуха. Какие препараты применяются при герпесе? Это официально разрешенные завиракс или ацикловир, применяемые это валацикловир, фамцикловир, ганцикловир, фосфорцет, каратнет, цидовидир, иммуноглобулины и препараты интерферонового ряда. Акушерская тактика при герпетической инфекции стандартная это выполнение операции кесарево-сечения. Беременным с рецидивами может в 36 недель предложена профилактическая противовирусная терапия ацикловиром. И при отсутствии герпетического поражения гениталий на момент рода выбирает роды через естественные родовые пути. Хламидиоз. Приводятся показатели. 50-77% распространения у генитального хламидиоза среди женщин детородного возраста. У 50% новорожденных развивается конъюнктивит с хламидейной инфекцией. У 10% развивается хламидейная пневмония. И маркером врожденного генерализованного хламидиоза является ватообразный менингит. Лечение после 16-20 недель гистации это эритромицин, спирамицин и вилипрофен. Гепатит В и беременность. Передается от матери к плоду в большинстве случаев во время родов. 90%. Около 95% в случае перинатальной передачи гепатита В можно предотвратить назначением специфического иммуноглобулина и вакцинации, что сейчас и делается в первые сутки новорожденному. Стрептококк и группа В и беременность. Основная причина неонатального сепсиса оставляет 0,5-3% случаев на тысячу новорожденных. Смертность без лечения 50%. Поражение ЦНС у 50% выживших. В большинстве случаев инфицирование происходит во время родов. Стрептококки группы В могут быть обнаружены в половых путях примерно у 30% женщин беременных. Лечить во время беременности антибиотиками неэффективно, поскольку в очень многих случаях этот микроорганизм снова появляется в организме женщины до начала родов. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Более 70% случаев от всех инфицированных ВИЧ приходится на гетеросексуальный путь передачи инфекции. И свыше 90% случаев заражения детей происходит в результате вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку. Ежегодно более 600 тысяч детей оказываются ВИЧ-инфицированы следствием вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку. Причем ежедневное число таких детей доходит до 1600 человек. Стоит вопрос скрининга проводить его или не проводить. Эффективен или он неэффективен. Поэтому наиболее эффективным считается проведение скрининга на краснуху, токсоплазмоз, сифилис и гепатит В. Доказана эффективность лечения в отношении преднатальной инфекции. Эффективность доказана при лечении токсоплазмоза, ВИЧ-инфекции, сифилизе, хламидиозе и листериозе. Малая эффективность при краснухе вообще не доказана, при цитомигаловирусной инфекции, при герпесе и парвовирусе. Целесообразность медикаментозного лечения при токсоплазмозе, опять-таки повторяем, целесообразно лечить токсоплазмоз, листериоз, ВИЧ-сифилис, вероятно целесообразно герпес, хламидиоз, трихомониаз и нецелесообразно краснуху, цитомигаловирусное, энтеро, аденовирус, гепатит В и папиломовирус. Показания к назначению комплексной терапии у новороже определяются только тогда, когда диагностировано внутриутробное инфекционно-воспалительное заболевание. Они такие определения медицинских документов, как группа риска по внутриутробной инфекции и внутриутробное инфицирование. Это то, что мы говорили с вами вначале, есть понятие внутриутробное инфицирование, это факт инфекции, инфицирование, и внутриутробная инфекция, это наличие клинических и лабораторных доказательств этого инфицирования. Лекция наша закончена, благодарю за внимание, спасибо, до свидания.